Чиновники заявили, что США готовы обсудить на переговорах с Россией определенные ограниченные аспекты своей политики безопасности в Европе. Но они подчеркнули, что любые договоренности будут зависеть от того, снимет ли Россия угрозы для Украины, и что никакие решения не будут принимать без согласия Украины или НАТО. Они также заявили, что Соединенные Штаты Америки ни в коем случае не будут сокращать свое военное присутствие или военный арсенал в Восточной Европе, как того требует Российская Федерация. В то же время, в случае российского вторжения в Украину, США в координации с союзниками и партнерами немедленно наложат серьезные и непосильные санкции на российскую экономику, включая ее финансовую систему и секторы, считающиеся критически важными для Кремля. Заявил журналистом один из собеседников. Тарас Вячеславович, вот эта вся история, когда войска Путина сосредоточиваются на границах Украины, она уже активна, в активной фазе уже месяц-два. Как она меняется в преддверии вот этих переговоров с Российской Федерацией по их ультиматуму и по Украине? В этих переговорах много интриг и много для нас, казалось бы, положительных моментов. Есть Россия со своими угрозами и Россия нашла сейчас для себя другую игрушку. Россия вторглась, реально вторглась, правда легитимизирована в Казахстан, и никто в мире Россию за это по рукам не бьет. Все, они полностью колонизируют Казахстан. Они там завязнут для Украины, в принципе, жаль казахского народа, жаль казахов, там начнется откат. Прежняя власть там провела колоссальную, успешную дерусификацию. Русских изгоняли из любых органов власти, они там превратились на людей второго сорта, и казахи почувствовали, что это ихняя родина. Это создавалась полноценная страна. Да это не западная, это не европейская, это не демократическая страна, но она создавалась. И россияне сейчас это уничтожают, но они втягнулись туда. Они как бы для своего народа тоже, Путин получил как бы отмазку. Да, мы сейчас не Украина занимаемся, у нас есть другое. Вот мы получили под свой контроль огромную территорию, а дальше они попрутся в Киргизию. А дальше они начнут давить на Узбекистан и на Туркменистан. У них как бы появилась отмазка, чем они дальше занимаются. Они выдвигаются в сторону талибов. Это для России важно. Плюс они выходят на прямой, самый прямой, самый выгодный путь на Китай. Что для них тоже очень важно. Это энергетически важный путь и все прочее. Они начинают контролировать энергоресурсы Казахстана, который становился реальным конкурентом России. Все, они получили очень важные. И вполне возможно, что Россия немножко, чуть-чуть успокоится. На Украину она будет так само давить. Она будет делать то же самое, но как бы они свой определенный бонус весьма неожиданно, но они уже получили. Это первое. И второе. Есть с другой стороны наши западные партнеры, в которых произошли тоже абсолютно неожиданные изменения. Но когда даже Орбан, премьер Венгрии, купленный с потрохами Путином, дешевым газом, гарантированным транзитом, там с другой стороны, другими вещами, поддержкой политической, его противостояние против органов Европейского Союза, говорит о российской агрессии против Украины. Но это о многом говорит. Это значит, что появилась более-менее консолидированная позиция всей Европы и Северной Америки по поводу возможных российских агрессивных действий против Украины. То есть, России довольно четко дают понять, что реакция будет. Реакция будет очень болезненная. И Россия не может этого не учитывать. Да, она шантажирует. Да, она ведет себя очень по-наглому, как сторона-террорист. Но для нас как бы здесь есть положительные сигналы. Для нас один плохой сигнал. В этой ситуации, когда идет большая международная игра, Украина вообще отсутствует. То есть, Украина это только территория. Это уже не народ. Это уже не политика. У этой их страны нет президента. Президент. Вот сейчас мы разговариваем. Сейчас у нас 9 января. К этому времени, еще не прошла первая декада января этого года. В этом году Зеленский уже второй раз отдыхает. Это уже второй отпуск Зеленского в этом году. Я хочу напомнить. За 5 лет Порошенко взял один раз недельный. Даже там полной недели не был отпуск. Об этом трубили все. Орали все. И вот этот Ткач и другие писали там раскрытие. Хотя отдыхал он за свой собственный счет. А тут за 10 дней 2 отпуска. Что мы просто поняли, как работает эта система. Он ничем не занимается. Он ничем не интересуется. Единственное, что интересует, это интриги с Коломойским. Как бы и американцам угодить. И Коломойского не обидеть. Он играется с интригами. Он играется с тем, как посадить Порошенко. Или хотя бы, если нельзя посадить, хотя бы использовать ему раздерство. И попробовать потолкнуть Порошенко, чтобы тот не вернулся в Украину. Угрозами какими-то, прочим, прочим. Он играется в эти интриги. Вы обратили внимание, для Зеленского вообще не существует российской угрозы. Зеленский вообще этого не видит. Это вообще вне предела его сферы интересов. Его интересует война против Порошенко. Его интересует мир с Коломойским. Все. Вот это война и мир Владимира Зеленского. Больше ничего нет. Что касается России. Ну там кто-то занимается. Он где-то там высказал каком-то там поздравлении, обращении, каком-то видосике. Ну мы благодарны США, что они нам помогают. Да они за вас все делают. Они даже с вами не консультируются. Байден первый раз отложил информацию Зеленского о переговорах про Украину без Украины на двое суток. Сейчас уже второй раз отложил на двое с половиной суток. Знаете, вот это сигналы. То, о чем я говорю. Это сигналы, которых Зеленский обычно не понимает. Вообще. То есть с ним уже никто не консультируется. С ним для формальности. Поскольку в США именно президент Байден, тогда еще вице-президентом вместе с Порошенко разработали эту доктрину, что про Украину без Украины нельзя вести переговоры. И ему, когда он год назад, неполный год назад попробовал поговорить с Путиным без контакта с Украиной, ему об этом напомнили и демократы, и республиканцы. И он обязан. Ему приходится вот эту делать для себя неприятную вещь, звонить Зеленскому, ему что-то там говорить. Но он, я думаю, вообще с ним уже не то, что не консультируется. Он ему уже даже не объясняет, что он делал. И Зеленского это уже даже тоже не интересует. То есть украинская власть оказалась отдельно. Это еще хорошо хотя бы, что украинская власть как бы открылась и сказала, вот Запад, делайте что угодно. Хотите давать оружие? Давайте. Ну Запад, правда, говорит, мы вообще-то хотим не давать, а продавать. Вы всегда просили. Ну Зеленского, ну ладно, мы еще что-то там купим. Мы сделаем такое усужение, но за это вы не должны вводить санкции против людей Зеленского. Вот татар, вы не вводите санкции. Против Ермака не вводите санкции. С Ермаком разговаривайте как с равным. И все переговоры ведет Ермак, который воспринимается на Западе как российский агент. И вот мы имеем вот эту глупость, которая с одной стороны показывает паралич украинской власти, с другой стороны, ну агентитурную составляющую, когда пророссийский или российский агент влияния ведет переговоры о том, как Украину защитить от России. Вы можете вдуматься в какой это абсурд, в который мы погружены. И вот этой ситуации сейчас американцы выработают систему, как противостоять Путину защите Украину вообще без участия украинской власти. Просто вообще. Дело в том, что учитывая то, кто у нас при власти, это, наверное, даже лучше. Потому что если бы это было завязано на Зеленского, я думаю, что это бы развалилось все полностью, вся конструкция бы развалилась. Но, с другой стороны, когда мы перестаем быть субъектами, к этому привыкаю. Знаете, американцы ведь тоже и циничные, и жесткие. Они тоже привыкли иметь с интересами. И эти интересы не всегда совпадают с интересами тех, кого они поддерживают. И когда они привыкают, что какая-то страна перестает быть субъектной, то вот этот момент, она превращается в Никарагуа. Знаете, Никарагуа – это не слишком хорошая страна. И события, которые там были, когда американцы там очень серьезно контролировали Никарагуа, мне кажется, вот эта война с Амоса и Сандина, она не самый лучший интерес для Украины. И американцы, когда они привыкнут, что Украина не субъектная, у нас пройдут выборы. Если обернуть изборудни Порошенко, с которым нельзя говорить на таких тонах, с которым нельзя вести переговоры, так как ведут с Зеленским, если берут кого-то другого, то американцы просто останутся у этой теории. Они останутся работать со страной, которой нет, которой не существует. Они останутся работать с территорией. То есть Украина превратится на определенное время в Никарагуа, в Гондурас. Вот там, где отрабатываются определенные интересы США. Это очень плохо. Это намного лучше, чем страна, в которой отрабатываются интересы России, как Казахстан, скажем, или Беларусь. Но это тоже, наверное, не то, что мы хотим. Потому что наша роль – стать нормальной страной-партнером для западного мира и адаптироваться на равный западный мир. То, что делал Порошенко. А быть плацдармом – здесь будет западный мир. Но банановая республика никогда не бывает богатой. И в банановой республике, в которой отрабатываются чужие интересы, всегда очень плохо жить. И ставка, как правило, ставится не на хороших руководителей, а на послушных руководителей. От Самоси, помните, один из американских президентов говорил, да, он сукин сын, но это наш сукин сын. Вот тогда будет делаться ставка именно на таких политиков. И у нас не будут спрашивать, кого мы хотим избрать. Знаете, американцы, как обычно, вот сейчас, уже в 21 веке, так не работают. Но, если Украина захочет быть Никарагуа, то с нами будут работать именно так. Возможен такой рецидив американской политики? К сожалению, возможен. И Зеленский к этому толкает. Абсолютный отказ от субъектности. Хотите, платите деньги, делайте, что хотите, спасайте там Украину от России. У меня другие проблемы. Я ворую. Я ворую и борюсь против своей оппозиции. Это абсолютно ужасающие вещи.